Пассивный доход в призм – это когда вы имеете постоянную прибыль в течение всей жизни от своего депозита, который вложили всего один раз. Мой депозит, внесенный еще в 2017 году, приносит мне постоянный доход вот уже на протяжении 7 лет. Курс на монету растет – доход больше. Курс на монету падает – доход меньше. Но доход по-любому есть. Мало или много, но он есть и будет всегда, независимо от курса на монету. И это самое главное. Это и есть преимущество в криптомонете призм перед другими монетами, в которых вы только и ждете повышения курса, чтобы купить дешевле и продать дороже. Суть в призм заключается именно в том, что не нужно выводить свой вложенный депозит, от которого и начисляется пассивный доход. Нужно четко уловить мысль, что разработчики блокчейна призм, разрабатывая эту программу для ИВМ, создали уникальный для нас инструмент в виде личного банка без посредников и без доверительного управления. Потому что только мы в своем банке сами печатаем себе свои деньги. Больше напечатали – больше заработали. Мы сами решаем, куда, когда и сколько вывести со своего банка. И ни у кого не запрашивая на это разрешение. Также разработчики позаботились и о том, чтобы у нас было как можно больше инструментов и приложений для перевода монет с одного кошелька на любые другие кошельки. Независимо от того, на чей кошелек вы переводите. На кошелек биржи, своего клиента, соседа, друга или на свой другой кошелек. В предыдущих роликах я показала, как выводить с личного кошелька через онлайн кошелек и с личной ноды. А в этом видео я покажу, как выводить с личного кошелька через приложение призм. Переходим на гитхаб по ссылке, которая находится в описании под роликом. Не переходите по сомнительным ссылкам с поисковиков в браузерах, чтобы не нарваться на мошеннические приложения. Только на гитхаб находятся все ссылки от разработчиков. Ищем кошельки мобильного приложения. Находим призм.смс с функцией dAppWeb3. Выбираем версию на русском. Переходим в Google Play и скачиваем это приложение. Через это приложение можно не только выводить и пополнять кошелек, но и создавать в нем кошелек, если у вас его еще нет. Перед выводом нужно всегда зайти на CoinMarketCap и посмотреть, какая сегодня цена. И на какой бирже торгуется по какой цене. И там, и там цена одинакова. Выбираем биржу Rudex. Цена идет вверх. В прошлом видео я показывала, что монеты обменивала по 0,012. Нажимаем на три полоски. Депозит вывод. Я согласился. Выбираем призм. Внести депозит. Мне дают адрес, на который надо вывести. Копировать его нужно, нажав на эту синюю кнопку. И мемофразу. Не забудьте, что на биржу надо обязательно в комментарии или в сообщении вставлять именно эту мемофразу, скопировав вот этой кнопкой. Сегодня 20 июня. 18 часов 23 минуты. На балансе 3 USDT и 499 монет призм. Заходим в скачанное приложение некастодиального кошелька Web3PRISM. Вводим пин-код из четырех цифр, который вы придумали во время его установки. В строку входа в приложение вставляем адрес кошелька или публичный ключ. Я вставила адрес. Это у меня резервный кошелек, под которым у меня нет структуры и на котором я не храню монеты. Использую его, если отправляю монеты не с ноды. На балансе в кошельке 366 203 монеты. Ниже видим, как парамайнинг печатает мне монеты, принося ежесекундно мой пассивный доход. Нажимаем на кнопку отправить. Вставляем адрес биржи Rudex. Публичный ключ от биржи прописывается, как видим, автоматически. В эту строку вставляем сумму на вывод 300 000 монет призм. В строку сообщения к транзакции вставляем мемофразу, которую скопировали на бирже. Мемофраза – это ваш персональный номер на бирже. Если вы ее не вставите, то монеты отправятся на биржу, но они не поступят на ваш счет. Их, конечно, можно вернуть на ваш счет. Но для этого вам придется долго переписываться с техподдержкой биржи и отправлять им скрины транзакции для подтверждения. В эту строку вставляем парольную фразу от этого кошелька и нажимаем кнопку отправить. Монеты отправились моментально и видим, что на балансе осталось 66 193 монеты. А парамайнинг продолжает мне генерировать уже с этого баланса мой пожизненный пассивный доход. Заходим на биржу и видим, что 300 000 монет поступило. Заходим в депозит-вывод, опускаемся вниз и видим, что монеты поступили в 18.35. Цена монеты такая же, как на CoinMarketCap и в процентном соотношении за сутки она не опустилась и не поднялась. Опускаемся чуть ниже. В верхней строке на покупку по 14.43 хотят купить 19.941 монету. Нажимаем на эту цену. Она отображается здесь. И количество монет. На 28.78 доллара. Нажимаем продать. Ввела пароль. Нажимаю войти. Подтвердить. Осталось 280 000 призм. Выбираем следующую цену. Ставим сюда количество призм на 401 доллар. Нажимаем продать. Вставляем опять пароль. Войти. Подтвердить. На балансе 0 призм и 432 доллара. Продав свои монеты, я уронила курс на 4.09%. Нужно исправить эту ситуацию. Для этого я выбираю в стакане на продажу вот эту цену и нажимаю купить на 1 доллар. Получу 677 монет. Нажимаю купить. Подтвердить. И смотрите. Видите? Призм уже упал не на минус 4.09%, а всего только на 0.99%. Если бы здесь не было вот этого ордера, то я бы купила вот с этого ордера на 1 доллар монет, и тогда бы я курс вообще не уронила. Если вам срочно нужно продать монеты призм, и у вас нет времени выставить ордер на продажу в стакан ожидания, то чтобы не ронять курс на много, откупите хотя бы на 1 доллар или полдоллара монет из стакана на продажу. Это будет правильный подход, если мы хотим увидеть курс 1 призм равный 1 доллару. Итак, я продала в июне призм на 430 долларов. И показала это в реальном времени. Как выводить на карточку, я показывала вот в этих двух роликах. Так что, если вы не знаете, как это делать, смотрите эти видео на моем канале Валентина Синема 2. На этом у меня все. Желаю всем удачи и больших профитов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите свои отзывы в комментариях.